Минувший год завершился для компании Mitsubishi неважно. Японцы реализовали в России чуть больше 28 тысяч автомобилей, почти на 30% меньше, чем в 2019 году. И по словам представителей марки, этому есть три объяснения. Во-первых, в прошлом году прекратились продажи внедорожника Pajero, который пусть и не очень активно, но всё же привлекал покупателей. Во-вторых, особенно сложно в период пандемии пришлось нелокализованным кроссоверам Eclipse Cross и ISX. Ну а в-третьих, главная причина — японцы оказались не готовы к повышенному спросу после снятия ограничительных мер. К слову, сейчас проблема дефицита почти решена. Ситуация разнится от модели к модели. В целом клиентам не приходится ждать долго. Сложности могут возникнуть разве что с теми автомобилями, которые в настоящее время проходят через обновления. Речь идёт о посвежевших моделях Eclipse Cross и Pajero Sport. Заказы на кроссовер дилеры уже принимают, а сами машины появятся в шоурумах в апреле. Что же до внедорожника, то он поступит в продажу в мае. А вот бестселлер марки Outlander в этом году к нам не приедет. Японцам нужно время, чтобы сертифицировать модель и перенастроить конвейер на Калужском заводе. Не исключено, что первое время автомобили даже будут в Россию импортировать. В отличие от других автостроителей, которые уже успели в этом году переписать ценники, Mitsubishi корректировать прайсы не торопятся. Вероятно, автомобили всё же подорожают из-за грядущего повышения ставок утилизационного сбора. Но поскольку итоговое решение властями ещё не принято, обсуждать этот вопрос японцы считают преждевременным. Каждый производитель решает сам, как и когда реагировать на повышение ставок утилизационного сбора. Если государство увеличит их в феврале, а мы об этом пока не знаем. То есть мы пока не можем сказать, когда это случится. Всё зависит от государства. Помимо запуска двух обновлённых моделей, Mitsubishi планирует в этом году улучшать качество обслуживания клиентов и продолжать переоформление дилерской сети в соответствии с новым стандартом. В 2021-м модернизацию пройдут ещё 25 салонов. При этом новые центры японцы открывать не намерены.